Приветствую уважаемые! Большой экран в телефонах вещь довольно таки спорная. Кому-то 4,5 дюйма это большущая лопата, которой только снег можно зимой убирать, а кому-то 5,5 вполне себе комфортный размерчик. Интересно, а что бы эти люди сказали про 6,5 дюймов? Что это вообще такое? Смартфон, планшет или что-то новое? Вот сегодня о таком устройстве, называемом Sony Xperia Z Ultra, мы и поговорим и попробуем разобраться, о чем же хорош данный девайс. Поехали! Естественно, в комплекте существует зарядник, microUSB кабель и набор сменных амбушюров. На них останавливаться смысла нет и показывать поэтому тоже не буду. А покажу лучше гарнитуру. Гарнитура здесь не совсем обычная, потому что, во-первых, пультик располагается с микрофоном до разделения проводов на правый и левый канал наушника. Далее, провода здесь не симметричные, то есть один подлиннее, другой покороче. Это удобно в плане чего? Вы можете один наушник оставить воткнутым, а другой вытащите, например, с кем-нибудь поговорить, что-то услышать и так далее и тому подобное. Удобная штука. Минус, минус один, отсутствие регулировки громкости как таковой, потому что здесь только кнопка прием-отбоя. На длинном пульте могли бы и сделать. В остальном все нормально. Но и штекер-разъем, сделанный немного необычно для гарнитур, под углом. Ну что же, давайте теперь посмотрим на само устройство. Оно довольно-таки большое. Да ладно, какое оно большое? Ну просто безумно огромное. Если уж Galaxy S4 сравнивают с лопатой, то это как минимум снеготвал, с которым ездит в самые суровые зимы по городам и пытаются хоть как-то расчистить дороги. Вот вам ради смеха и сравнения маленький и безумно компактненький Galaxy S4 актив от Samsung. Согласитесь, выглядит как iPhone какой-то. Естественно, спереди у нас стеклянная поверхность, сзади у нас стеклянная поверхность. Некий такой Xperia Z, но растянутый на 6,3 дюйма экрана. Естественно, ровно так же все заляпывается, потому что ровно те же самые жесткие пленки наклеены на заводе спереди и сзади. Ну что же, раз такое дело, давайте посмотрим, какие есть органы управления и что поменялось, что не поменялось. Значит, сверху решеточка динамика, решеточка микрофона. Да, такой вариант вот Omni Balance. Естественно, виден глазок камеры, рядом есть сенсоры и все. Вот экран. Никаких даже сенсорных стандартных андроидовских кнопок здесь почему-то опять нет. Далее, сверху разъем под наушники 3,5. Хоть устройство и защищено по стандарту IP5558. Здесь этот самый разъем также защищенный, то есть вы можете совершенно спокойно его использовать даже под дождиком и ничего не произойдет. Заглушка. Ну куда же без этого-то в защищенном аппарате. Значит, разъем под microSD-шку и разъем под сим-карту. Разъем под сим-карту это вот такая вот лоханочка пластиковая, совершенно дохлая. Я вообще боюсь ее сломать каждый раз. И вот в таком виде она вставляется. Вставить не всегда сразу получается, потому что она гнется. И небольшая информационная бумажечка, вот так вот вытаскивающаяся. Здесь можно посмотреть тип там и так далее. В общем, обычный шильдик. Закрываем. Кнопка стандартная включения-выключения блокировки, маленькая качелька регулировки громкости. Она довольно хорошо выступает над корпусом и претензий по ее работе в обычной жизни не существует. Маленькая дырочка, которая имеет продолжение снизу. Здесь вы можете просто какой-то ремешочек прикрутить. Естественно, вызывной динамик основной. Вот он, щелочка. Звучит он, кстати, довольно тихо. Можете пропустить звонок. По субъективным ощущениям даже тише, чем Galaxy S4. С другой стороны, у нас есть вот такая вот штука, которой подключается док-станцией. Вы можете поставить это устройство горизонтально, условно, и смотреть, например, видео или крутить какую-нибудь красивую заставочку. Ну и последняя заглушка. Это заглушка обычного microUSB порта. Сверху только второй микрофон для шумоподавления. Ничего более. Сзади. Сзади у нас глазок камеры. Значок NFC, обозначающий примерную область его расположения. Ну и два логотипа. Больше ничего нет. Ну и, конечно же, заляпанная поверхность. Оттирайте, не оттирайте. Это довольно плохо получается, потому что, опять же, повторюсь, здесь пленка, а не какая-нибудь олеофобная стекляшка. Экран. Понятное дело, что в данном аппарате экран чуть ли не самая важная вещь. Здесь он довольно неплохой. Ребята из Sony многое поправили. Теперь никаких проблем с углами нет. Камера, к сожалению, не совсем верно показывает. Здесь изображение хорошо отображается даже под самыми критическими углами. Все нормально. По цветопередаче здесь, однако, все не так просто. Во-первых, естественно, надо понимать, что есть два режима работы в галерее. Это с использованием Bravia Engine X Reality или не используя эту приблуду. Вот картинка, которая не использует ее. А вот картинка после применения данной технологии. Давайте посмотрим какую-нибудь другую цветастую картиночку. Данная технология используется. Сейчас мы ее выключим. Ну вот как-то так. С точки зрения цветопередачи правильной, насыщенности цветов и баланса белого, скажу следующее. Экран уходит в некоторую желтизну и цвета у него не настолько насыщенные в обычном режиме, нежели у других. Давайте, например, сравним цвета на том же самом Galaxy S4 Active, имеющем ту же самую TFT-шную матрицу и Ultra. Вот вам и пример. Справа и слева открыт Google Keep, его виджет и, естественно, стандартные одинаковые цвета используются. Справа и слева максимальная яркость. Справа Ultra, слева S4 Active. Как вы видите, у актива более насыщенные цвета. Это синий, это зеленый чуть более плотный, красный более плотный, оранжевый такой потемнее чуть-чуть и белый, который более холодный. У Ultra он более теплый. Это заметно особенно вот по этой части, по шапке, например. Конечно, зависит восприятие и от вашего конкретного монитора, на котором вы просматриваете данные видео. Но все-таки на солнце экран в принципе-то остается читаемым. Конечно, прямые солнечные лучи дают очень много бликов и вы практически ничего не видите. Но если немножечко отвернуться, то все будет читаемо вполне себе хорошо. Поэтому по данному вопросу претензий нет. Интерфейс. Здесь, в общем-то, классический для Соньки интерфейс. Все работает крайне быстро, никаких даже близко проблем не наблюдается. Виджеты жирные загружены, но тем не менее. Так как экран огромнейший, то внизу у нас помещается аж шесть маленьких иконочек, плюс центральная иконка, ведущая в главное меню. В менюшке появилась вот такая вот штука сбоку, где вы можете отсортировать совершенно спокойно, удалить приложение прямо отсюда, не заходя куда-то вовнутрь. Например, удалить. Выбираем, богарь и, ну, отмены или удаляем. Очень удобная штука. Естественно, на одном рабочем столе вы можете разместить практически все, что вам нужно, даже не создавая никаких папок. Здорово. Также сверху у нас появилась возможность настроить наличие в шторке различных выключателей и включателей. Теперь все очень удобно. Вы можете совершенно спокойно пользоваться так же, как и на других устройствах, опять же, не залезая лишний раз в настройки. Настройки получили более красивые маленькие иконочки. Можно теперь при установке различных параметров наблюдать забавную анимацию. Естественно, обращайте внимание на кнопку воспроизведения паузы. Вот мы, кстати, остался ровно тем же самым. И вы, даже используя штатную гарнитуру, можете совершенно спокойно прослушивать музыку. Для большинства людей этот звук будет очень-очень прилично. Ну что же, давайте пройдемся по синтетике. Квадрант показал нам 19761 балл. Антуту показал 31150 баллов. Ну и Велама мы набрали аж 1158 очков. Неномарк показал нам 60 кадров в секунду и указал, что внутри у нас стоит Адрена 330. Ну, очень хороший, максимальный в данном случае показатель. Эпик Цитадель. Понятное дело, что никаких тормозов даже близко быть не может при такой-то конфигурации. Ну, давайте ради интересу посмотрим на встроенный бенчмарк. Ну и вот результат. 59, ну практически 60 кадров в секунду при разрешении 1840 на 1080. В принципе, довольно-таки хороший показатель. Да что я говорю, отличный показатель. Вы можете совершенно спокойно играть в любые игрушки, не боясь за их производительность. Давайте сейчас покажу. Вот вам, пожалуйста, Real Racing 3. Совершенно никаких проблем. Все блики, все поверхности отражают так, как это нужно. Играть одно удовольствие, особенно учитывая огромнейший экран. Занятной фишкой данного аппарата является наличие мини-приложений. Когда вы нажимаете на последние использованные, можно выбрать 5 вариантов. Первое это интернет. То есть здесь вы можете совершенно спокойно открыть какой-нибудь сайт. И вот, пожалуйста, сайт открылся. Удобно чем? Вы можете взять и потаскать это окно по всему экрану. Допустим, вы что-то делаете и тут же можете посмотреть сайт. Он совершенно полностью активен. Вот мы заходим, что-то прогружается и так далее. Далее. Приложение номер 2. Это некие заметки. Здесь вы можете что-то пописать, сохранить. Естественно, вы можете создать новую заметку, сразу что-то сохранить, записать. Ну и можете открыть ее в полном виде, нажав на вот такую кнопочку. Приложение номер 3. Это таймер. Нажали, задали какую-то нужную величину и нажали кнопочку ОК. Запустить 1 секунда. Очень удобно, когда вы не хотите забыть что-то. Например, что-то варится у вас там или еще что-то происходит. Четвертое. Это обычный калькулятор. Ну, например, вам что-то нужно посчитать. Взяли, посчитали, увидели какой-то результат. Прошу заметить, что эти приложения могут присутствовать одновременно на экране. Ну и друг друга, естественно, перекрывать, если это необходимо. Приложение 5. Это звукозапись. Нажали кнопку и пошло писаться то, что мы сейчас наговорим. Вам не нужно самостоятельно нажимать кнопку сохранить. Если вдруг забудете, все у вас останется. Надо отметить, что данная Сонька очень неплохо работает с рукописным русским языком. Начнем вот. Напишем слово, например, привет. 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 Пожалуйста. Как дела? Как дела? Вот. Все совершенно распознал неплохо. Но и это еще не все. Мы можем прямо по экрану писать любым карандашом и практически любой ручкой. То есть никаких специальных стилусов нам не нужно. Давайте покажу это на примере приложения, называемый набросок. Берем обычный карандаш и начинаем рисовать что-нибудь. Смайлик нарисуем, какого-нибудь там человека нарисуем. То есть можно также совершенно спокойно вводить любые данные. Привет. Уберем все остальное нарисованное. Привет. Напишем даже красиво. Вот, пожалуйста. Берем ручку. Ручка обычная, дешевая, которая раздается везде. С ручкой не все так просто. Если я начинаю в вертикальном состоянии вводить, то появляются лишь точечки. Если мы немножко наклоним ее, все будет хорошо. Поэтому не каждая ручка будет идеально работать с данным устройством. Карандаш, как показала практика, практически любой. Вот такая вот интересная штучка, которая позволит вам без стилуса что-то быстренько нарисовать. Это может быть даже удобнее, чем в том же Galaxy Note, если вам не нужна чувствительность к нажатию. Ну и давайте теперь поговорим про камеру. Камера здесь ровно такая же по интерфейсу, как и была в Z. Можно настроить наилучшие автонастройки, то есть некое супер авто. Можно выбрать нормальный режим и появляются уже настройки коррекции экспозиции, HDR, распознавание улыбки, быстрый запуск и так далее и тому подобное. То есть куча всяких настроек, но засунуты они довольно-таки глубоко, то есть быстро вы это все не перестроите. Из режимов еще есть отдельно видеокамера, отдельно серия, графический эффект. Ну это просто графика накладывается, ну это просто обычные эффекты. Панорамный обзор, панорама, выбор сцены. Когда не автоматом выбирается, а вы руками указываете передняя камера, вот такое странное переключение, и передняя видеокамера. Зачем разнесли, если честно, я не очень знаю видеокамеру и фотокамеру, потому что в принципе и так присутствуют кнопки фото и видео сразу. И также присутствует кнопка переключения на переднюю камеру. Ну и по традиции пару-тройку слов скажу про аккумулятор. До вечера устройство, конечно же, доживает, но со скрипом. Если будете его сильно мучить в течение дня, то и не доживет, скорее всего. Поэтому готовьтесь, если вы любите поиграть в игрушки, таскать с собой как минимум дополнительную запасную внешнюю батарейку. Или сидеть рядом с розеточкой. Полезный навык современный. Выводы. Что я могу сказать? Устройство получилось довольно необычное и, в общем-то, интересное. С одной стороны, это огромный экран, то есть вы можете совершенно спокойно поиграть, почитать, поползать по интернетику. И даже написать на этом экране с помощью ручки или любого карандаша. Я уж молчу про палец и удобство вообще печатания на таком большом экране. С другой стороны, ну, экран не самый лучший. Почему-то Samsung может поставить более интересный с точки зрения цветопередачи экраны в свои устройства. Я не спорю. Может быть, мне конкретно не повезло. Может быть, мой экземпляр обладает опять каким-то не таким экраном. Но, с другой стороны, ядрен батон. Почему я должен брать устройство и думать, попаду я на нормальный экран, не попаду я на нормальный экран. В общем, непонятка какая-то. В Samsung я пришел, купил, я знаю, что я получу на выходе. Здесь у меня какая-то всегда лотерея. Далее. Опять эти две пленки сзади и спереди. Ну, почему их клеить-то надо? Да, я слышал теорию, чтобы, если вы вдруг разобьете стекляшку, чтобы она не разлетелась, не поранила. Да, все это нормально. Только если я все-таки не разобью эту стекляшку, мне придется мучиться с тарапинами постоянными на этих пленках и постоянной их заляпанностью. Не самое лучшее решение. Если отдеру, то, скорее всего, опять отдерется какой-нибудь логотип. Неприятное явление, согласитесь. В остальном же, в остальном же, конечно, мощное устройство. Можно использовать как хороший видеоплеер, как хорошую читалку. Да, можно очень неплохо послушать музыку. С точки зрения фотоустройства, ну, очень-очень сомнительно, потому что, как вы видели, снимает он довольно-таки паршивенько. Ну, и аккумулятор у него также не ядерный. Не знаю, кому это можно порекомендовать. Тем более, за те 30 тысяч, а то даже и побольше в официальном магазине, которые за него просят. Я бы, честно говоря, может быть, посмотрел бы на какие-то уже планшеты 7-дюймовые, а то и 8-дюймовые. Разница не очень большая, но по цене они будут даже пониже и по возможности, может быть, даже побольше. Честно говоря, порекомендовать могу только одному варианту пользователей. Это когда у вас очень ограниченное место, например, в кармане пиджака, и вы хотите максимально большой экран в это ограниченное место. Тогда это ваш выбор. В остальном, ну, не знаю, это явно никакой не флагман, это очередное расширение линейки. А удачно или неудачно оно будет, это уже покажет рынок и, собственно говоря, вы покупатели. Все, на сегодня все, я прощаюсь, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока.